Друзья, здравствуйте! Я приветствую вас! С вами программа Уфа-Атлет. Сегодня я в официальной форме нашей федерации, Федерации бодибилдинга Республики Башкортостан, потому что в республике полным ходом идет подготовка к предстоящему весеннему соревновательному сезону. В этом году Кубок Республики Башкортостан пройдет 20 апреля в городе Нефтекамск. И в сегодняшней передаче я бы хотел вам рассказать о том, как идет подготовка в клубах, сколько спортсменов у нас готовится и что делать Федерации Республики Башкортостан для этого. И давайте окунемся немного в это состояние предподготовительного, такого спортивного настроения. Прошедший сезон совместной работы компанию Фанет и Федерации бодибилдинга был нацелен на развитие атлетического движения в северном регионе, городе Нефтекамск. Были успешно проведены Кубок и Чемпионат Республики по бодибилдингу. Также в Нефтекамске впервые была запущена новая дисциплина бодибилдинга – фитнес-челлендж. Это новая дисциплина Международной Федерации бодибилдинга, интересная для спортсменов, которые систематически тренируются в тренажерном зале и могут продемонстрировать свою функциональную подготовку. Соревнования по бодибилдингу – это прежде всего шоу. Как весной, так и осенью были продуманы концепции соревнований. Мы постарались создать оригинальную и неповторимую атмосферу. В весеннем сезоне 2024 года фитнес-челлендж будет проведен в рамках Чемпионата Республики Башкортостан в один день, что даст возможность зрителям соревнований максимально погрузиться в атмосферу драйва и заряженности на борьбу. Этой весной среди всех участников Кубка будет произведен командный зачет среди команд фитнес-клубов Республики Башкортостан. Команда-победитель определится по наибольшей сумме очков пяти лучших результатов, полученных спортсменами каждой команды. Какой фитнес-клуб будет победителем этого сезона, мы сможем узнать уже скоро. Сезон начинается. Многие спортсмены в клубах ведут сейчас активную подготовку. Сколько спортсменов на сегодняшний день готовится к соревнованиям в сети клубов Резулт Фитнес? В нашей сети сейчас, именно к этой весне, готовится четыре человека. Два парня, две девушки. Планируешь ли ты выступать на этих соревнованиях? Да, я в том числе. Я вхожу в эту четверку какой-то раз. Какие соревнования ты поставил для себя в этом сезоне? Где планируешь выступить? Точный список не определен. Мы еще с тренером будем обсуждать. Но предварительно могу сказать, что это Уральский федеральный округ, это чемпионат, то есть Кубок Башкирии, потом обязательно чемпионат России и Сибериан под вопросом. В твоей подготовке что-то поменялось в этом году? Подход у меня более ответственный, именно в плане подготовки, когда диета и вот такие моменты. Хотя я в том году тоже серьезно относился. Ну, наверное, у меня, не знаю, я люблю этот спорт, мне бодибилдинг с детства в душе, поэтому я не знаю, что поменялось. То есть я любил тогда, люблю сейчас. Все так же. Результ фитнес всегда обладает командой фэнов поддержки. В этом году будет поддержка в нефтеканте? Обязательно. Зал разорвется. Начался сезон, спортсмены готовятся. Кто в этом году от сети Метрофитнес Уфы будет представлять ваш клуб? Насколько мне известно, только я один. Только я один такой большой. И качественный буду. Какие у тебя планы на соревновательный весенний сезон 2024 года? Так, мы с тренером выстроили такой план, что 23 марта будет проходить Кубок Мурской Республики, на который я стал в 2022 году третий. И сейчас основная цель – это реабилитироваться и стать на ступень выше. На какую, пока сцена покажет. Ну, я хочу сделать, получается, камбэк в тех местах, где когда-то я не занял основные призовые места. Ты в 2022 году стал чемпионом башкирии, как я говорю, бодибеллинг. На весну ты больше готовишься на выход именно на Кубки Башкирии? Планирую. Планирую. Ты изменил что-то в подходе в своих тренировках? Да, я изменил подход к тренировкам. Во-первых, они стали сейчас более высокообъемные тренировки. Проходят они у меня практически каждый день. И добавилось очень много кардио. Очень. В чем изменения в твоей диете по сравнению с предыдущими подготовками? Ну, во-первых, у меня сейчас отсутствуют полностью такие понятия, как читмилы, которые раньше я, когда встал на весы, каждые 3-4 недели видел на весах минусы и делал, так сказать, разгруженный день. Теперь это мне не нужно, потому что я питаюсь довольно-таки разнообразно. Но у меня есть в рационе и говядина, и рыба, и курица. То есть питаюсь максимально вкусно и разнообразно. В Вестфитнес сегодня происходят сборы моей команды. У меня 4 спортсмена из Уфы. Мы готовимся к соревнованиям. Собственно, я прилетела на 2 дня, чтобы поставить позирование. Мы, конечно, стабильно занимаемся в онлайн-режиме, но все-таки оффлайн-тренировки дают больше эффекта, потому что я могу потрогать, могу показать, что как делается. Ну, и считываются именно элементы позирования в оффлайн лучше. Поэтому я приехала. Мы сейчас 2 дня работаем в течение 4 часов стабильненько, плотненько над позированием, чтобы поставить дефиле и классно выступить на кубке. У меня в команде выступают спортсменки в номинациях фитнес-бикини, бодифитнес, выходит Эльвина, и Даша выступает в бикини, но сейчас мы уже думаем над категорией wellness, а так как данные подходят под номинацию, почему нет? Можно выступить и там, и там. Сначала выступаем в конце марта в Челябинске, затем у нас чемпионат, затем у нас кубок Башкирия 20 апреля. Дальнейшие планы мы пока еще думаем, возможно, поедем на чемпионат России. Я бы очень хотела повести своих спортсменов, потому что это совсем другая атмосфера, другой масштаб. Вы направляете номерок таким образом, чтобы каждый судья увидел номерок. Это очень важно. Далее, во фронтальной позиции прожимаемся постоянно. Мы вот, получается, с начала подготовки, 4 месяца, как мы с ней готовимся, и весь процесс только с ней, и идем по этой дороге. Бывает, что то поднимаешься, то опускаешься, то эмоциональный всплеск получается, то упадок сил, но мы держимся, идем в одном направлении, не сдаемся и дальше продолжаем свой путь. Улыбаться самое сложное. Да, то есть максимально концентрируешься, думаешь про шаг, про позицию, про раскрытые широчайшие и просто забываешь улыбаться. Конечно, я бы хотела, чтобы Кубок Кубов уехал в наш клуб S-фитнес, и он обязательно уедет, я уверена. Страшно. Ну, не страшно, а как-то волнительно, потому что, так скажем, это первый опыт, первый опыт во всем, можно сказать. Тренажерный зал. Прийти в тренажерный зал для меня это уже было таким, победой, так скажем, для себя, потому что я туда не ходила. И благодаря Кате она сказала, что все получится. Главное, верить в себя, делать, пробовать главное. Это главное. Участвовать, это была моя, так скажем, давняя мечта, когда я еще учила в школе, я наблюдала за спортсменкой Екатериной Усмановой, меня вот, так скажем, зацепило то, что она тоже Усмановая, и я думаю, ну, должно, наверное, получиться. Но так это все отложила, вот, и спустя 10 лет решила попробовать. Это была моя мечта. Я еще в университете смотрела девчонок и тоже думала, мечтала об этом, что я когда-нибудь тоже буду выступать. Вот, и в итоге решилась. Первый старт в Челябинске мы планируем, обкатать форму, скажем так. Потом уже, надеюсь, бомбить на чемпионате Республики. А потом, возможно, если все будет хорошо, то я бы хотела на Россию тоже попробовать попасть. На самом деле в этом сезоне у нас достаточно большая команда, неожиданно, так скажем, собралась. Как готовиться? Все девчонки работают в режиме, тренируются, держат питание. Два раза в месяц у нас проходят совместные линейки, просмотр, формы, позирование. Вот, сегодня прилетел Максим Наличный. Он у нас будет в клубе работать три дня. То есть мы приглашаем дополнительных тренеров нам на помощь. Вот, все уже на пике, немножко подустали, потому что сезон все ближе. И у каждого спортсмена есть уже примерно понятный график стартов. Ну, соответственно, работаем, стремимся. Какую задачу поставил тебе тренерский штаб вашей команды? Ну, как и у всех, это самая высокая планка. Стремиться нужно к большему и к лучшему, к результату. Купальник ты приготовил уже? Да. Ну, это секрет какого цвета будет? Секрет. Ну, будет очень яркий, несвойственный для меня цвет, новый, очень красивый. Что дается сложнее, тренировать тело или работать над позиром? Вообще, тренировать тело – это большая работа над собой, я считаю. Но находясь в обществе людей, которые тоже работают над собой, все дается легче намного. Поддержка, тренера, девочек – это все облегчает. Ну, что, я тебе желаю хорошего, легкого старта. Спасибо. Почему ты решила выступать на подобных соревнованиях? Потому что я постоянно нахожусь в обществе девочек-спортсменок, наших чемпионок. Это очень заразно, так скажем. Я очень давно на это смотрела, хотела попробовать себя, свои силы. Для меня это в каком-то роде победа над собой, какая-то вера в себя, это повышение самооценки, уверенности в себе, в своих силах. Ну и спорт – это здоровье, здоровый образ жизни, сейчас это модно. В Уфу на сборные дни Федерации бодибилдинга Республики Башкортостан атлеты приехали из городов Нефтекамск, Кумертау, Туймазы, Стерлитамак, поселок Чешмы. На собрании мы обсудили предстоящий сезон, наметили соревновательные планы. В программе тренировочной сессии была запланирована работа над позированием, просмотр физических кондиций и первичные консультации от мастеров по вопросам, касающихся правильного построения тренировочного процесса и плана подготовки к новому соревновательному сезону. Сборы Федерации – это всегда встреча с друзьями, позволяющая делиться общими интересами, знаниями и опытом. Сборный день в самом разгаре. Какие ощущения, какие у вас ощущения, как часть команды нашей Федерации? Ну, естественно, мы впечатлены количеством девушек, да, и количеством записей в этом сезоне. У нас очень много девчонок записалось. И мы, естественно, хотим посмотреть воочию, как они выглядят, и что можно из них слепить и в волосах, и в макияже тоже. То есть ваша работа уже начинается сейчас здесь? Конечно, она у нас еще не заканчивалась с предыдущего сезона. Вот сейчас смотрим, и потом девушки приходят, видим воочию, и уже знаем, что кому добавить, кому что не надо. Какой образ подойдет, да, уже вот, поэтому... Девушки, поэтому прислушайтесь к мнениям специалистов. Успехов! Друзья, хочу вас познакомить с удивительной командой. Тренер Альмира Гарифулина, наша абсолютная чемпионка Башкири на сегодняшний день, занимается именно женским фитнесом и является уже молодым судьей. Альмира, как сезон? Ну, хорошо, начинается уже, да, через месяц подготовка. Я так знаю, что у тебя здесь представители двух команд. Команда «Зорги фитнес» и команда «Арен 3000». Кто из «Зорги фитнес»? Ирина. Мы. Девушки, какие ощущения перед сезоном? Есть ли вот этот предстартовый мандраж? Да, конечно, подготовка дается непросто, но мы замотивированы обязательно. Ну, я буду выступать второй сезон. Первый сезон как-то еще, да, волновалась, а сейчас уже более-менее. Потому что ты уже не новичок. Да. А вы новичок? Да, я новичок. Но у нас супертренер, поэтому мы спокойны. Команда «Арен 3000». Добрый день. Добрый день. Да, я участвую тоже впервые, но я обожаю сцену и думаю, что мы обязательно получим удовольствие. Конечно. Это самое главное. Я считаю, удача, успеха, хорошего старта. Ну, в основном, судя сразу, бедят выигрышную пятерку финалистов и будут отбирать их. Если вы уезжаете в финал, то уже тогда старайтесь там попадать на свои возможности. Что нового для себя узнал из этого сборного дня? Хотел для себя понять, как вообще у меня по технике позирования, в первую очередь. И, во-вторых, определить для себя, в принципе, хочу я этого или нет. И на данном этапе понимаю, что я этого действительно хочу. И я хочу усовершенствовать свою форму и достойно выступить. Что для тебя в этой категории необычно или вообще что непривычно в этом спорте? Ну, мне кажется, это самый необычный вид спорта. Поэтому любой, кто посмотрит, будет удивлен этому. Это не бокс, это не борьба. И здесь намного интереснее. Здесь видно, что человек старался, в себя вкладывал, мучился, сушился. Через тренировки, через «не могу» и через «не хочу». И фронтально сразу уходим. Здесь дышим. Все, дышишь, дышишь. Смотрите, он в процессе. Родион, спасибо тебе за поддержку нашей команды. Как вообще парни? Парни мощные, хорошие, готовятся, видно, к чемпионату. Ответственно подходят к своему делу. С кем бы хотел порубиться? С Димой зарубиться хочу, думаю. Трицепс сбоку. Сейчас хочешь зарубиться? Нет, на соревнованиях хочу с ним на одной сцене постоять. И сравнение. Хорошая форма. Эдуард, взглядом профессионала, сезону разгаре, как оцениваешь форму наших ребят? Есть ли шансы побороться за медали в этом сезоне у нашей команды? Очень хорошая форма. Мальчики вообще, мне нравится то, что они появились вообще. И что у них хорошая форма они. Девочки тоже стараются. Неплохо выглядят. Как обычно. Девочки всегда прекрасные. Александра, здравствуй. Здравствуйте. Это все подопечные твоей команды? Нет, здесь только одна моя спортсменка Светлана. Светлана в какой категории будет выступать? В бодифитнес. Первый раз я готовлю в этой номинации. А сколько вообще в вашей команде девушек будет участвовать? В этой номинации. В этой номинации спортсменки. Из каких клубов? Так, это у нас Майпрофитнес, Зоргифитнес. В Черниковке тоже новый фитнес-атлетик, да. Главный тренер нашей команды, женской команды, Камила Голубева. Друзья, Камила, как тренировка проходит сейчас, как наш мастер-класс? Все отлично, девочки интересны. И на самом деле у нас появляются новые лица, что я думаю будет интересно смотреть на сцене. Слушай, большое количество участников, да? Да, и это очень сильно радует. И на самом деле меня очень радует количество мужчин-участников. Потому что мы всегда за этим следим. И периодически у нас прям дефицит. А в этот раз прям порадовало. Лайма, у нас тут такой прям сегодня рабочий-рабочий процесс, да? Да, действительно рабочий процесс. Очень много новых лиц. Очень большая номинация у нас фитнес-модели. Очень большая номинация эстетический фитнес. И я надеюсь, что в этом году чемпионат будет очень красочный. Что бы ты хотела пожелать спортсменам уже в преддверии двух месяцев до старта? Хочется пожелать нашим спортсменкам позируйте, тренируйтесь. Мы хотим на соревнованиях увидеть высший класс. Друзья, здравствуйте. Вот еще у нас представители каких категорий сегодня ты работал, Роман? Я думаю, парни в классике будут выступать, да? Они мне говорят, что в пляжниках. Они, может быть, обманули? По крайней мере, позирование мы делали как в классическом бодибилдинге. На что бы ты порекомендовала им обратить внимание? У них немного, на мой взгляд, не хватает опыта. И опыта не только соревновательного, но и тренировочного, когда спортсмен много-много лет держит себя в форме, которая позволяет ему уже самостоятельно видеть свои недостатки и получать глубину мышц. Такой термин культуристический, который, наверное, обывателям не очень понятен. Но в качестве примера я бы привел Родиона, у которого глубина мышц феноменальная. Как он ее добивается, я не знаю. Я все время в пример им ставлю. Спросите у него, потому что он мне не говорит. Как вообще у тебя? Какая стратегия в этом году? Слушай, если честно, очень понравился этап восстановления. Я же долго не выступал, как мы помним. И сейчас разгон такой бешеный, что даже как-то тяжело остановиться. Если кто не помнит, у меня три бронзовые медали на чемпионате Башкирии, одно серебро. И сейчас, походу, ты сам ответить на этот вопрос. Что должно быть? Золото, конечно. Конечно, золото. За ним мы, собственно, и идем. Поэтому сейчас обороты бешеные. Форму свою пока что показывать не буду. Все увидите на сцене. И я думаю, что я вас вообще наиприятнейшим образом всех удивлю. Но ты задал интригу. Ты сегодня успел посмотреть на потенциальных соперников? Посмотрел. Ребята, как всегда, все сильные, серьезные. И именно с сильными хочется, естественно, сражаться. Потому что слабые соперники нам не интересны. Друзья, сбор федерации бодибилдинга Башкирии. Сезон весна 2024. Башкортостан! Абсолютно! Абсолютно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...